Данилов Сергей Александрович, директор ООО «Степное». Выращиваем кукурузу, подсолнечник, сою и озимую пшеницу. Сейчас еще подходим к озимовому рапсу. Попробовали в этом году, дальше будем смотреть, что из этого будет получаться. Если мы говорим о сингенте, мы давно с ними работаем. Институт только в этом году. Мы там съездили, посмотрели. Ребята, это очень интересное заведение, где мы можем сделать анализ почвы, с чего и надо начинать. А трехкопечный анализ нам может сэкономить миллионы денег. Они просто наглядно нам взяли и показали. Вот у нас на этом оборудовании мы можем делать вам вот эти вещи. Ты можешь точно знать, какие тебе нужно внести. Подкормку. Потом институт или другую обработку тоже надо видеть. По растениям, как это обработать, в каком диапазоне, какой техникой. Это компания, которая заинтересована, чтобы у производителя был результат. Хозяйство называется наш «Агростар». Пшеница, озимая пшеница, яровая, подсолнечник, кукуруза, соя и нут. В последнее время отходим от кукурузы и переходим к сои. Поэтому я заинтересовался проблематикой обработки семян сои. Потому что это не так просто. Тенгенда пригласила посетить институт семян. То, в общем-то, было интересно. Это вот первый институт в России. Там есть специализированные машины, как стационарные, так и передвижные. Ты можешь нанять. Приедут тебе эту сою протравить хоть пятью компонентами. Институт занимается болезнями, почвы. Стали понимать, по крайней мере я, что не только семена, почва болеет. А если вот это все вылечить и привести в соответствие, то и урожаи могут быть другие. Целый день были интересные семинарские занятия касаемо нормы высева. Отбираются образцы семян, он отправляет в институт, нам оттуда идет заключение. Какие патогены в почве присутствуют, рекомендации применить протравитель. Присутствовал такое-то действующее вещество. Почерпнули определенные знания. Ну и будем теперь перекладывать на нашу действительность. Понравилось то, что, во-первых, это все-таки у нас в России. Эти ребята, они все-таки заботятся о том, что будет после нас, в том числе и этот институт.